Люди будут выставлять свои машины просто очень дорого, пытаясь ее продать, именно панически. Я думаю, что коронокая политика, она вся в свежем коме. Я в сетях, но я в обед уже сел в автомобиль и поехал по сетевым крупным официальным дилерам у нас в Питере. Мне кажется, Toyota уйдет точно. Сейчас я узнал, есть дилеры, которые машины отдают в прайс, не просто так. Здравствуйте, с вами Клинликар, меня зовут Егор Иванов. Сергей Пименов. Да, мы собрались здесь с Сергеем обсудить, что будет с авторынком после того, как началась военная операция на Украине. То есть, что мы знаем, сегодня 25 февраля, вчера обвалились очень сильно фондовые рынки, обвалился рубль. И с сегодняшнего дня или даже вчера нам ежеминутно вводят все новые и новые санкции. Давай начнем с новых автомобилей. Вот твое мнение, что будет происходить? Насколько негативно все будет? Уже вчера мы получили от сотрудников официальных дилеров информацию о том, что будет повышение цен минимум на 10-15%. Я это связываю с тем, что у них в структуре также появилась паника, что на 10-15% повысился курс доллара. На самом деле, после вчера этих новостей мы сделали несколько публикаций в наших соцсетях. Но я в обед уже сел в автомобиль и поехал по сетевым крупным официальным дилерам у нас в Питере. Нигде по факту повышения цен я вот ежесекундного не увидел. Никакой паники, никакой истерии, никаких запретов на продажу на самом деле вот вчера и не наблюдалось. Цены, конечно, подрастут. Ну, то есть, в любом случае, если что-то происходит, если дилер понимает, что в какой-то прогнозируемый срок он будет терять процент выручки из-за всей этой ситуации с курсом и так далее, он эту потерю возместит за счет кого? За счет нас. За счет покупателей. Поэтому, да, абсолютно верно. Цены будут расти. Просто я не уверен, что это будет ежесекундный скачок. Это сделают сейчас максимально скрыто. Понятно. Сколько ты прогнозируешь? Ну, давай подумаем сейчас. Апрель, ну, давай к лету. Вот летом, 1 июня. От нынешних цен не более 15-20%. Я думаю, что это будет просто пиковое значение. Так, покупательская способность очень сильно упала за два года. И после Нового года многие дилеры анонсировали, что продаем автомобили даже без допов. Действительно, сейчас я узнал, есть дилеры, которые машины отдают в прайс. Не просто так. Есть такие? Да, есть такие. И потому что падает, скажем так, спрос. А вот мое мнение процентов 30-35-40. Вот объясняю. Первое. Volkswagen Group отказался поставлять автомобили в Россию. Все. Сегодня. Я это прочитал, буквально еду сюда. То есть они блокируют. Немцы, в принципе, Германия запрещает вести бизнес-деятельность России. Соответственно, что нас ждет? Скорее всего, BMW уйдет оттуда же. Ну, то есть немцы уйдут все. Теперь, дальше. На фоне всего этого дорожает металл, дорожает нефть. Соответственно, подорожает металл, подорожает пластик. Машина подорожает абсолютно все. То есть это тоже. Что еще, мне кажется? Почему-то, мне кажется, что очень многие уйдут, заводы закроют. То есть кого я предполагаю, что остается? Мне кажется, что может остаться в Калуге Volkswagen, потому что у них локализация там под 70-80%. Ну, BMW и сборка также. Ну, BMW, может быть, останется. Останется, наверное, Solaris. Ну, Solaris, крето Рио, который под Питером, потому что они построили завод, они прямо запускают сейчас двигатели. Вот. Почему-то, мне кажется, я вот сейчас самый негатив, который знаю. Мне кажется, Toyota уйдет точно. Потому что с такими ценами, с такими ростами и Япония там впереди планеты всей по санкциям сейчас, они, скорее всего, планеты просто закроются. Вот у меня есть такое подозрение. Мне кажется, что у нас вся калининградская сборка, мне кажется, закроется тоже. Я тут не соглашусь. Крупные производители, такие как Mercedes, BMW и так далее, я понимаю, что санкции санкциями, но бизнес бизнесом. И какие бы ни вводились санкции, это не на руку производителю, для которого российский рынок – это большой рынок сбыта. Поднять цены наши дилеры, например, могут, но не конкретно, потому что производитель сказал, а, паника, срочно поднимайте на 20% цен. Это сделают наши дилеры, наше руководство здесь на местах, чтобы не упустить прибыль. Я буду негативить. Я сегодня буду негативить. Хорошо. То есть, ну, поднимется там 10-15%. Ну, я думаю, что максимум до 20% – это прям самое крайное, ближайшие полгода. Китайцы воспользуются ситуацией? Взойдут еще? Конечно. Во-первых, они в данной ситуации как бы не против нас. Во-вторых, они активно завоевывают рынок хорошей ценой и хорошие сейчас рекламные кампании. Да. Да, я верю, что китайцы будут на ближайшие прогнозируемые 5-7, может быть, 10 лет, они будут потихоньку вытеснять бюджетный класс корейских автомобилей, само собой. Ну, премиум, понятно, останется. Богатые люди – это богатые люди. В 2021 год Россия была впереди планеты всей по продаже Rolls-Royce. Больше всех, чем в любой другой стране, в России было продано Rolls-Royce. Поэтому премиальные автомобили никуда не уйдут из нашей страны. Да. Кстати, забыл сказать. Rolls-Royce Land Rover, Jaguar тоже сказали. Все. Баста. Ну, посмотрим. Я не представляю, как будут жить обычные люди, которые сейчас скажут, что Red Rover автобиографию больше не купить. Не знаю, что мы будем делать, на чем гречу возить. Нет, меня больше не пугает так, на самом деле, информация с новыми автомобилями, потому что мы все перебьемся и на бэушках. Да. Меня больше пугает то, что вчера была фактическая ситуация, то есть это уже не слух, это уже не какая-то там пропаганда или что-то еще. У нас сотрудник приехал проводить диагностику к официальному дилеру. Машина стоимостью 1,4 млн. после диагностики превратилась в 1,6 млн. То есть это фактическая ситуация вчера при нашем эксперте. 1,4 млн. в прайсе, человек говорит, хочу купить, подождите, нет, уже не 1,4 млн. 1,6 млн. соответственно, логично, если сейчас все дилеры массово поднимут цену на бэушку, то каждый человек, который, если я хочу продать свой форт, я, например, открываю авторынок, ну там, авито автору, смотрю, сколько они стоят, а они все подорожали, то и я сам буду выставлять дороже. Это массово сейчас еще раз, уже там, третий, четвертый раз с начала пандемии 2020 года, это еще раз поднимет рынок бэушки. Вот это, вот за это я перечисляю больше всего, потому что люди каждые полгода нам говорят, что мы вот накопили, наконец-то, 500 на вот эту машину, и мы говорим, она уже стоит 600-700. Хорошо, на счет 4 месяца копят все, накопил там 600, а она уже стоит 800, и вот так продолжается уже 2 года. Да, ну, мне кажется, что вот сейчас, первый, не знаю, месяц, ну, скажем так, пока не закончится это, да, вот, то, что сейчас происходит, пока, ну, какой-то финишной черты не будет вот этой, может быть просто паника. То есть будет, ну, люди будут выставлять свою машину просто очень дорого, пытаясь ее продать, именно панически, я думаю, что все равно, ну, оно когда-нибудь стабилизируется, и у дилеров оно все равно уйдет вниз. На 2 года уже этого ждем. С момента, с весны 2020 года, как только долбанул коронавирус, вот с этого момента все ждут, когда все стабилизируется и выравняется цена, а они не стабилизируются, не уравняются. Так вот, с тех пор они не перестали расти. Давай там дальше. Запчасти тоже дорожают? Обязательно. 100% обслуживания автомобилей сейчас очень всех неприятно удивит. Просто, да, стоимость транспортировки, закупки, содержания, складов и всего-всего. Плюс станции, запчасти немецкие, японские, там, корейские и так далее. То есть, понятно, что наши найдут, как их возить, я говорю, как креветка измельчается. Ну, это будет все, это скажется на цене. Это очень сильно скажется. Любой обходной путь будет дороже там в разы, само собой. У меня на самом деле сейчас, как бы не казалось там странно, что мы зарабатываем на том, что предоставляем услугу поиска автомобиля, но мне сейчас реально человеческий совет, если у вас хороший автомобиль, вот пока точно не вариант его продавать и менять. Это прямо невыгодно. Это надо добавлять такую сумму денег, которая сейчас пригодится на обычные бытовые вещи в ближайшее время. Я тоже так считаю. И обязательно найдите себе хорошего, хороший сервис. Вот, не знаю, я по своему опыту, да, вот, у меня опыт, я как только у меня машина с гарантией ушла, я перехожу к проверенному сервису, который мне делает там в два раза дешевле, но это мое мнение. То есть, это там вопрос дискуссии, но который тебе говорит правду, который тебе не навязывает допы, потому что, я думаю, что дилеров сейчас просто сервис, даже ТО, стоит, наверное, космос, подорожает очень сильно. Не у всех, не всегда. Ну, не у всех. Есть очень интересная программа лояльности, к примеру, да, вот у той же BMW, если ты покупаешь BMW с пробегом, ну, сейчас вот в Питере у нас есть сотрудник, который две машины сменил за последние несколько лет BMW, все покупал с пробегом возрастные, но эти автомобили попадали под программу там BMW Family, ему первое ТО делали вообще бесплатно, а потом по ценам, ну, по ценам хорошего крупного сетевого автосервиса. То есть, есть специальные программы у некоторых дилеров. Понятно, что если мы говорим про масс-маркет Hyundai и Kia, да, там просто конвейер по зарабатыванию денег, там вы получите, ну, дорогое ТО. У меня Hyundai. У вас есть свой сервис. Открылся Клинли гараж? Да, с недавних пор открылся гараж, мы работали долгое время, точнее, почти три года с партнерами, но мы решили, скажем так, для своих клиентов, для наших уже многочисленных, как скажем так, базы клиентов, организовать именно свою структуру. Почему? Потому что мы хотим давать дополнительные программы лояльности, мы хотим давать бонусы, мы хотим работать, ну, честно, будем вот так вот, честно и выгодно, именно с какими-то интересными предложениями для своих клиентов. Партнерам это не так интересно, им, скажем так, им интересно получать клиентов наших, но не интересно придумывать дополнительные какие-то для них преференции. Поэтому мы разошлись на этом мнении в какой-то момент и решили, что мы уже способны самостоятельно открыть свой Клинли гараж, и там уже действительно клиентов обслуживать как положено. И, как я понимаю, ну, бонус там для тех, кто через Клинли кар обратится, да, по автоподбору и будет обслуживаться там, если вы захотите продать свою машину, ребятам будет очень просто... Историю. Историю, это будет вся история у них. И не надо ее перепроверять, то есть придет клиент, он причем придет моментально. То есть я думаю, что за один-два дня хорошую машину... У нас уже это работает, у нас уже есть примеры, когда человек обращается за услугой там помощи продажи, все, что нам нужно, это поднять историю обслуживания. Ну, запрашивали там в базе сейчас наших партнеров, брали, соответственно, всю историю обслуживания, делали контрольный осмотр автомобиля, только мы выставляли его среди наших многочисленных подписчиков, клиентов, что вот этот автомобиль теперь продается, подобран нами, обслужен под нашим контролем. И вот сейчас проведем осмотр. Он улетал вот час-два и машины нет. Все, ее забирали моментально. Да, я просто так расскажу пример. У меня... Я в свое время сдавал Volkswagen Passat в трейд-ин, покупая другую машину. Сдавал туда же, где она обслуживалась. Мне нашли, знаете, сколько косяков? Это просто нереально. То есть меня снизили. У меня сразу возник вопрос. Слушайте, ребята, а вы когда ТО делали и все остальное, почему эти косяки не устранялись? Да-да. То есть я вот этого не понимаю. У меня к дилерам именно вот, ну... У меня почему-то ко многим дилерам есть отвращение. Ну вот по обслуживанию. Это лично мое мнение. Я как бы сказал, я сегодня буду негативить по этому поводу. То есть есть хорошие люди, которые честно это делают, рассказывают правду. То есть приезжаешь, у дилера любой вопрос. А с подъездкой все нормально. Моментально, если ты задаешь этот вопрос, у тебя что-нибудь будет ненормально. То есть... Я на самом деле про сервис еще добавлю. У нас были такие вопросы, что просчитывали, например, нашему клиенту делали просчет ремонта автомобиля. И он говорит, ну вот смотрите, у вас там... Ну не буду углубляться в крайности, в точно. Но вот эта запчасть стоит, например, тысячу рублей. А я вот там в интернете нашел ее за 750. Да, действительно. Любой сервис, который обеспечивает достаточный уровень как такового сервиса, комфортно выполнять работу, он будет заказывать запчасти у поставщиков, которые мгновенно их готовы привезти. То есть люди хотят приехать на небольшой фронт работ, оставить машину, попить кофе часик и забрать автомобиль. Я хочу, чтобы это реализовать, да, стоимость запчастей, конечно, можно какие-то запчасти найти, заказать с Владивостока, ждать неделю, привезут, получить их на почте и так далее. Это будет дешевле. Но я думаю, что любой, кто приезжает на почте просто на ТО, он может зайти, да, купить, поставить неделю, да, приехать, все. Бригады все сделают, что угодно. То есть у нас всегда, мы, как бы, приезжаешь со своими запчастями, это слава богу. Единственное, что надо понимать, что когда человек приносит свои запчасти, это была ситуация, когда человек приехал со своим комплектом привода ГРМ, поменяли, потом он плохой, да. То есть мы потом стали разбираться, разобрали, посмотрели, но не мы, не я лично, ребята в сервисе разобрали, посмотрели, посмотрели на качество, соответственно, запчастей, но как мы можем нести ответственность за запчасти, которые вы привозите сами. Ну никак, потому что поставщики поставляют уже проверенные временем бренды, уже есть доверие и так далее. Но мы еще к сервису обязательно вернемся, мы прямо туда съездим, поснимаем, там походим, поговорим, то есть там есть много нюансов про масло и так далее, что бочковое лучше, лучше там одно, второе, что... Мы не используем бочковое масло. Вы не используем? Принципиальный момент, да. Ну, окей, вырежем. Нет, нет, ну это, кстати, это полезно, многим интересно. Нет, мы принципиально не используем бочковое масло, только в индивидуальной упаковке, только именно от поставщиков, которые мы берем, что они продают, не левое масло. Ну, хотя бы не левое масло, да, потому что можно купить. Если вернуться немножко к теме автомобилей, вот я сказал такую фразу, что не стоит хороший автомобиль менять, и дам совет наоборот теперь. Если кто-то понимает, что автомобиль уже пора менять по ряду каких-то причин, если понимаете, что это необходимость, крайняя необходимость, то я бы рекомендовал не тянуть, потому что рынок среагирует сейчас на это все. Если мы говорили, что поднимутся цены на новые автомобили, это точно будет. Подтянется вторичка, 100% будет, поэтому чем позже тянуть сейчас покупку автомобиля с пробегом, тем дороже он потом в итоге выйдет. Я хотел к этому подвести, да, вот что делать? Давай, то есть автомобиль, вот мое мнение, да, мое личное, если у вас есть деньги, и вам нужен автомобиль, то есть вот именно есть деньги, и нужен автомобиль, мое мнение, покупайте сейчас, ищите, пока они просто есть. Пока они есть, вот просто это ключевое. Да, пока они есть, просто может случиться все, что угодно. Я говорю, со стороны негатива, вот я вам говорю про сервис, может вообще прийти к тому, что у каждого останутся автомобили, ни у кого, условно, не будет финансовых средств, но у большинства, да, и обслуживаться мы будем в гараже у себя, сами. Будет повышаться ключевая ставка, это 100%, это всем известно. Да, полетят кредиты вверх, как я понимаю, сейчас уже под 17% дают машины, экономика и политика, она вся снежным комом уйдет в то, что все будет дорожать. Сейчас, как и в 2014 году, на уровне 2015 года 100%, все, у кого есть большие деньги, будут скупать недвижимость, все, у кого поменьше денег, будут скупать автомобили, у кого еще меньше денег, будут скупать технику. Учитывайте, как сказать, вы не смотрите на цены сейчас, вы прогнозируете на то, что будет дальше. И если, говорю, если понимаете, что нет крайней необходимости, лучше на своем автомобиле пока пересидеть, вот прям пересидеть и найти другое применение, возможно, в будущем для каких-то сбережений. И если это крайняя необходимость, лучше сегодня, чем завтра, вот так сказать. Да, да, да. Лучше сегодня, чем завтра. Все, будут вопросы, пишите в комментариях, всем, если какие-то темы не раскрыли, не обсудили, пишите обязательно ответить. Пишите, что еще снять, что обсудить, мы обязательно обсудим, соберемся и будем снимать осмотры, показывать, показывать интересные экземпляры. Все, спасибо, друзья. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok